Всем привет! Сегодня мы поговорим о продуктах, которые помогут избавиться от запора. Перед тем, как начать, прошу досмотреть ролик до конца. Ещё хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 92% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, ценить работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте красную кнопку подписки серой. Заранее спасибо и приятного просмотра! С симптомами такого деликатного недуга, как запор, сталкивается большое количество людей. Особенно это распространено среди лиц пожилого возраста. Под этим термином понимают отсутствие стула более 2-3 дней. Причиной возникновения такого синдрома может быть недостаточная двигательная активность, плохое питание или болезни кишечника. Существует простой, но эффективный способ помочь себе в домашних условиях. Нужно включить в свой рацион определенные продукты, которые размягчают каловые массы и нормализуют моторику кишечника. Рассмотрим каждого из этих представителей отдельно. Представляем вашему вниманию список самых полезных овощей и фруктов от запоров. Первое – чернослив. Это эффективное средство из натуральных компонентов. Сухофрукты обладают мягким послабляющим действием. Также он содержит много клетчатки, которая транзитом проходит по кишке и стимулирует движение каловых масс. Чернослив содержит сорбит, который вытягивает воду из клеток в просвет кишки. Это способствует увеличению каловых масс и их быстрому выделению. Ученые доказали, что люди, регулярно употребляющие в своем рационе эти сухофрукты, не имеют проблем с опорожнением кишечника. Достаточно съедать около 100 грамм в сутки. Можно добавлять чернослив в каши, салаты или выпечку, а также употреблять в неизменном виде. Второе – яблоки. Самый простой и доступный продукт на рынке. Он богат полезными веществами и витаминами и отлично справляется с запорами. Вне зависимости от сезона, вы всегда сможете купить яблоки в магазине. Это источник пищевых волокон. О ее полезных свойствах мы говорили выше. Она восстанавливает перистальтику органа и способствует мягкому опорожнению. Вытягивает воду из клеток в просвет кишки пектин, который содержится в яблоках в избытке. Кроме того, этот компонент хорошо влияет на микрофлору кишечника, предотвращая вздутие и капростаз. Исследования ученых показали, что регулярное употребление яблок нормализует стул даже при склонности к запорам. Из яблок можно готовить смузи, добавлять их в кашу, салаты, выпечку или запекать целиком. Третье – груши. Еще один представитель, который содержит много клетчатки. Кроме этого, в грушах содержится фруктоза и сорбитол. Оба компонента плохо всасываются в кишечники и стимулируют дефекацию. Как и другие продукты, этот фрукт можно употреблять в чистом виде или добавлять в салаты и каши. Четвертое – киви. Одна штука этого плода содержит около 10% суточной потребности организма в клетчатке. Доказано, что регулярное употребление этого продукта облегчает опорожнение кишечника. Стул становится регулярным и сам процесс легким. Съедайте 2-3 киви ежедневно, и вы сможете отказаться от приема слабительных препаратов. Такому эффекту фрукт обязан не только высоким содержанием растительных волокон. В состав киви входит вещество актинидоин. Это фермент, который регулирует переваривание пищи в кишке и достаточную перистальтику органа. Киви можно добавлять в салаты или съесть целиком. Также не менее полезными являются зеленые смузи с другими фруктами, овощами или зеленью. Пятое – инжир. Этот продукт богат клетчаткой, нормализующей работу органов желудочно-кишечного тракта. В одном среднем инжире содержится около 1,6 грамм этого компонента. Достаточно употреблять около 70 грамм инжира, чтобы обеспечить 30% от нормы за день. Ученые доказали, что паста из инжира улучшала дефекацию собак и учащала их стул во время эксперимента. В растении содержится полезный фермент фикаин. По своим свойствам он похож на вещество из киви. Инжир хорошо дополняет мясные блюда или его можно добавлять в кашу. Шестое – цитрусовые фрукты. Апельсины, мандарины и грейпфрут способны нормализировать стул всего за несколько дней. Это доступный продукт, который без проблем можно купить в любом магазине. В цитрусовых содержится много растительных волокон, которые борются с запорами. Также в них содержится пектин, который улучшает прохождение каловых масс. При употреблении этих фруктов в свежем виде вы получаете комплекс витаминов и микроэлементов. Они богаты витамином С, который необходим для иммунитета и здоровья сосудов. Седьмое – шпинат и другие зеленые овощи. Все зеленые овощи в избытке содержат клетчатку и должны быть в рационе у человека со склонностью к запорам. Они улучшают сокращение стенок кишки, мягко выводят его содержимое и увеличивают объем каловых масс. Кроме того, вся зелень и овощи богаты витамином С, К и В, которые необходимы для здоровья всего организма. Шпинат можно добавлять в салат или суп. Зеленые овощи подойдут в качестве гарнира к мясу или рыбе на ужин. Брокколи и брюссельская капуста – очень полезные растения. Их можно варить, запекать или тушить с другими овощами. Это диетические блюда, которые подойдут худеющим. Восьмое – топинамбур и цикорий. Цикорий является хорошей заменой кофе. Он содержит пищевые волокна и инулин. Последний является пребиотиком и восстанавливает микрофлору в животе, что препятствует процессам брожения и устраняет запоры. Топинамбур можно варить или жарить. Он восстанавливает движение каловых масс и является средством профилактики запоров. Девятое – ребень. Натуральное средство со слабительным эффектом. В этом растении содержится синазит А, который стимулирует сокращение кишечника и дефекацию. Ученые доказали, что эффект данного компонента заключается в блокировании всасывания воды из просвета органа, за счет чего происходит размягчение каловых масс и легкое порожнение. Добавляйте этот продукт в каши или выпечку. Десятое – фасоль, горох и чечевица. Эти продукты содержат много клетчатки. Бобовые увеличивают объем кала и стимулируют дефекацию. Их можно употреблять в виде супов или гарниров к мясным блюдам. Около 200 грамм фасоли содержат 80% суточной нормы клетчатки. Одиннадцатое – семена чия. Полезный продукт, получивший широкое распространение в последнее время. Самый вкусный способ его применения – пудинг. Достаточно залить йогуртом или молоком семена и оставить на ночь в холодильнике. С утра вы получите полноценный завтрак, который полезен не только для кишечника, но и для всего организма. В 30 граммах семян чия содержится 30% дневной нормы клетчатки. Блюда из семян обволакивают кишечник и улучшают перемещение каловых масс. Двенадцатое – семена льна. Льняное семя – это еще один отличный источник полисахаридов. В одной столовой ложке льняного семени содержится до 10% суточной нормы. Регулярное употребление семян льна учащает дефекацию, размягчает каловые массы и делает опорожнение кишечника регулярным. Клетчатка удерживает воду в просвете кишки и увеличивает его содержимое. Этот продукт можно добавлять в кашу или йогурт. Употребляйте его с осторожностью, так как есть ограничения. Беременным и кормящим, а также маленьким детям лучше отказаться от семян льна. Тринадцатое – цельнозерновой ржаной хлеб. Такой продукт полезен из-за высокого содержания пищевых волокон. Кроме того, он более диетический, чем обычный хлеб. В двух кусочках ржаного хлеба содержится около 15% дневной нормы клетчатки. Цельнозерновой хлеб более полезен для устранения запоров. Он облегчает дефекацию, делает ее регулярной и нормализует перистальтику кишечника. Исследования ученых показали, что люди, которые включили в рацион ржаной хлеб, имели регулярный стул, чем те, кто ел обычный хлеб. Кроме того, у них процесс опорожнения кишечника стал легким и ежедневным. Такой хлеб даже вкуснее и ароматнее, чем обычный. 14. Овсяные отруби Овсянка – полезный продукт не только для кишечника, но и всего организма. Она не только нормализует перистальтику и улучшает опорожнение органа, но и снимает воспаление, обволакивает слизистую и размягчает каловые массы. Регулярное употребление овсяной каши на завтрак избавит вас от проблем с запорами. Ученые из Англии доказали, что у пожилых людей при добавлении в рацион этого продукта процесс дефекации становится более мягким и проходят болезненные ощущения. Из овсяных хлопьев, кроме каши, можно делать оладьи, блины и кисели. Область ее применения в кулинарии достаточно широка. 15. Кефир Кисломолочный продукт с давних времен известен своими полезными свойствами. Он содержит полезные лакто- и бифидобактерии, которые необходимы для поддержания и восстановления микрофлоры в кишечнике. Употребляя кефир на ночь регулярно, вы устраняете процессы брожения в органе, избавляетесь от вздутия живота. Кроме того, он оказывает мягкое ослабительное действие и улучшает частоту дефекации. Кефир можно употреблять как самостоятельное блюдо, так и делать на его основе оладьи или добавлять в качестве заправки в салаты. Для дополнительной пользы в стакан кефира можно добавить семена льна или чия. Подведем итог. Достаточное количество овощей и фруктов обеспечит суточную норму целлюлозы и нормализует опорожнение кишечника. Клетчатка в перечисленных выше продуктах способствует удержанию жидкости в просвете кишки, увеличению каловых масс, их размягчению и более легкому выведению. Она помогает сделать опорожнение кишечника регулярным и безболезненным, особенно для пожилых людей. Поддержание водного баланса является важным моментом в профилактике запоров. Жидкость необходима для размягчения каловых масс и их лучшего выведения. Кроме того, пищевые волокна из-за воды разбухают и заполняют просвет кишки, стимулируя дефекацию. Достаточная двигательная активность – важный компонент регулярного опорожнения кишечника. Физические нагрузки необходимы для стимулирования моторики органа. До применения лекарственных слабительных попробуйте решить проблему с помощью натуральных средств. Постепенно включите в свой рацион перечисленные выше продукты, и результат не заставит себя ждать. Обязательно не забывайте про воду и двигательную активность. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Человеческий Организм. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok